Ну что ж, ребят, пора подвести итоги. 10 человек должны получить от меня сигночки. И вот, кстати, первый победитель. Ульяна Короткая. Поздравляю тебя. И мы переходим ко второму победителю. Кристалл Ароу. Ты просто лучшая. Спасибо тебе. Вот ты и скоро получишь сигночку. Кстати, все сигны будут по ссылке в описании в моей группе ВКонтакте. Но чуть позже, ребят. Так что ждите. Ксения Мяу. Четвертая Лина. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Это я. Окей. Девятый. И десятый. Все, ребята. Вот эти люди получат от меня сигночки. В этом видеоролике я также сделаю розыгрыш. Но уже на 7 сигн. Так что, ребята, ваша задача поставить лайкосик, написать любой комментарий. Ну и подписаться, конечно же, тоже следует. Все, ребята, переходим к просмотру видосика. Здравствуйте, доставка. Здравствуйте. Проходите. Я ничего не заказывала. Но заказаны ими мужчины. А, наверное, мой муж. Стас, иди сюда. Что такое? А, доставка. Ты? Лови ее. Настя? А ну стой. Стоять я кому сказал. Стрелять буду. А ну стой. Субтитры создавал DimaTorzok Я понимала, что второй раз мне не повезет и полицейский будет меня искать на заброшке И я решила пойти ночевать в лес Захватив собаку, мы двинулись Хорошо, что на улице не было так холодно и я не околела Я развела костер и стала пытаться уснуть Кстати, это вторая серия Жизнь Отшельницы Спасибо вам, ребят, за ваш актив, за ваши лайки и комментарии Продолжайте в том же духе Меня зовут Настян, приятного просмотра На утро я начала думать, что же делать дальше В голову мне ничего не лезло путного Я не ела уже вторые сутки И у меня ужасно разболелся живот Я бы никогда не пошла на это Но мне пришлось Я пошла на чужой участок, чтобы своровать Эй, ты чего тут на моих грядках делаешь? Простите, я очень есть хочу Не одолжите ли вы мне пару морковок? Деточка, ты так еле на ногах стоишь Иди ко мне в дом, я покормлю тебя Приятно осознавать, что остались еще неравнодушные люди Взамен на то, что она покормила меня Я помогла ей по хозяйству Все остались довольны Пришло время подумать о будущем Я понимала, что в Мак мне идти смысла нет У Ани будет куча вопросов Да и она по-любому уже рассказала все начальнице Жалко то, что я пошла на стажировку И не получила ни копейки Но кажется, проблема с деньгами решена Настя, привет, рад тебя видеть снова О, привет, как твои дела? Все хорошо Слушай, а ты работаешь сейчас где-то? Ну, нет, а ты? Да, но мне нужен напарник Как ты смотришь на то, чтобы работать вместе? Ммм, а что делать нужно? Мы пошли с ним в какой-то офис Конкретику он мне не давал, что за работа И это было странно Будем выполнять задания моего босса По типу принеси то, принеси это, сказал он Что ж, посмотрим Здравствуйте, молодые люди Приветствую Здравствуйте Можете обращаться ко мне, Сергей Дмитриевич Ну что, готовы поднять кучу бабла? Конечно А что нужно будет делать? Не спеши, не спеши Для начала покажи свои документы Документы, ну вот есть паспорт Вот, возьмите Хм, что ж, хорошо Светочка, зайдите ко мне Да, Сергей Дмитриевич, что такое? Вот, сделайте скан паспорта Анастасии Хорошо Так, вы готовы услышать свое первое задание? Да Вам нужно зайти в ломбард и купить два телефона Вот вам деньги Хорошо, а можно мой паспорт? Сейчас нет, он пока у меня побудет Хм, ну ладно Пошли Пойдем Блин, слушай, какое-то странное задание Да ладно, по-моему, круто Как ты вообще с ним познакомился? Да там долгая история Ну ладно Здравствуйте Здравствуйте, мы хотим приобрести два телефона На какую сумму? А, пять тысяч рублей За один? За два Ну, есть вот такие кнопочные А сенсорных нет? Есть, но они стоят в два раза дороже Ну ладно, мы берем Вот, держите Спасибо, до свидания Всего доброго Удачи вот держите ну что телефоны да так это ваши смысле ну это ваша первая зарплата телефон вам понадобится для работы запишите туда мой номер идите на улицу мажорскую дом 228 там найдете алекса он вам отдаст товар и скажет что с ним сделать окей босс а что за товар поменьше вопросов он вам все расскажет идите уже ладно слушай какие-то мутные дела те не кажется да ладно тебе нам только на халяву дали телефон ну и что до этого у тебя что ли не было телефона если потерял понятно так кажется этот дом на точного звони откройте мы сергей дмитриевича здорово вы за товаром дам хотите проходите сейчас принесу крутой домик да крутой так вот держи парень а что там это вам знать не обязательно тяжелый они урони только а что с ним дальше делать отнести сергею нет вот держи координаты убей их на карту телефоне идите туда там что будет там будет лес а кому этот рюкзак передать нужно вы должны будете закопать этот рюкзак на указанные координаты а это еще зачем если вы будете задавать лишние вопросы долго вы тут не проработать поняли да ну все у вас есть час чтобы сделать это дело а потом доложите сергею дмитриевичу идите слушай что-то мне не нравится все это как ты думаешь что-то в языке не знаю но думаю что-то противозаконное чувство себя супер агентов долго еще вроде тут здесь так чем копать то будем давай руками лопату нам не дали может все-таки посмотрим что-то может не надо крепче спать будем ладно копаем кидай так теперь закопать надо а ну все надеюсь этот криминал закончится и будет нормальные задания надеюсь я решила что до работы этот день и после того как отдадут зарплату я уйду в следующий город рожок что-то этот город меня совсем не радовал я думаю что такая работа еще более усугубит мое положение с полицией ну что ж сказать молодцы теперь у вас будет по-настоящему опасное задание опять тебе что-нибудь не нравится короче пойдете по адресу горная 27 и там возьмете оружие оружие что это же запрещено мы ведь даже несовершеннолетние так я не понял ты хочешь соскочить ну подождите я не хочу сесть тюрьму да не бойся все будет нормально а можно не хотя бы мой паспорт нет он на каком основании ты хочешь чтобы я тебя сдал под опеку а вы откуда это знаете я все о тебе знаем так что не рыпайся девчонка выполнишь мои задания я тебя отпущу ладно какое оружие нужно будет купить два пистолета и два калаша как только возьмете бегом сюда и отдадите мне понял стой этот дом до блин там живет сумасшедшая тетка а ты откуда знаешь да так успели уже познакомиться слушай может ты один сходишь ну ладно давай я пойду вот тут за деревом постою ждем Субтитры создавал DimaTorzok Все нормально? Да, пойдем быстрее, что-то мне страшновато Да, пойдем Так, начинаем идти, идем Кирилл тоже там идешь на нас Давай-давай, иди-иди-иди Раз, два, три, начинаю говорить Молодые люди, остановитесь Что-то не так? Так, можно ваши документы? А зачем? Мы ищем подростков, которые ограбили Мегу неделю назад Это не мы Это не мы Паспорта, пожалуйста Быстрее, бежим! Бежим! Молодые люди, стоять! Я буду стрелять! Бежим! А также я бы хотела передать огромнейший приветик вот этим вот ребятам Странник МК, Танька Сесолина А также тем, кто продлил спонсорскую подписку Россианка Танка, Макс Про и Йети Спасибо вам, ребят! Также ты можешь оформить спонсорскую подписку всего лишь за 25 рублей по первой ссылочке в описании Ну а мы продолжаем смотреть Фух, ну вроде убежали Да уж, надо бы скорее с этой работой валить Ага А зачем ты вообще меня туда позвал? Ну, мне сказали там найти напарника, вот решил И это было твое первое задание? Да Если он позволит, уйдем завтра? Ну, я не знаю, вряд ли он отпустит нас, наверное В смысле? Почему это? Он меня тоже шантажирует Чем? Ты сирота? Ну, в общем, да А я играл в карты с опасными людьми, поднял кучу, а потом проиграл в два раза больше Жесть, ну а Сергей-то тут при чем? Я его друзьям проиграл, и они продали ему меня В рабство? Навсегда? Нет, пока долгие от работы Ммм, жесть Ммм, да Кстати, если тебе некуда идти этой ночью, ты можешь остаться у меня Правда? Да, родители уехали на дачу, только мне Ко мне моя девушка придется А я не буду вам мешать? Нет, она добрая, и понесся Это было бы круто, только можно я возьму с собой своего пса? У меня есть будка, там живет моя собака, но она сейчас с родителями Нам нужно идти к боссу, уже мы долго что-то тут сидим Ты права, да, пошли Хм, и почему вы так долго? Нас чуть менты не приняли Угу, они нас остановили и попросили паспорт Так, а вы точно их сюда не привели? Нет, мы скрылись на заброшке, а там уже их и след простыл Хм, ну, хорошо Молодцы, в общем Вот ваши паспорта, но это не значит то, что вы свободны И не смейте прятаться от меня, я всегда смогу вас найти Светочка, зайди сюда с деньгами Да, иду Вот у вас и зарплата на двоих до 10 тысяч рублей Ооо, спасибо Было бы больше, если бы вы делали все быстрее Завтра у вас будет дело покрупнее, если справитесь, то я вас отпущу А можно узнать хотя бы, что за дело? Нет, конечно, если вы узнаете, вы сразу убежите Серьезно? Да ладно, ладно, шучу Все, завтра узнаете, идите завтра, в 8 утра жду вас здесь Хорошо, до свидания До свидания Слушай, как думаешь, что за задание будет? Я так думаю, что ничего хорошего опять не будет Да, надеюсь, хотя бы не убийство Да, ну не, это уже слишком А зачем тогда покупать оружие? Не знаю, кстати, сейчас я тебя познакомлю со своей девушкой Давай Вот она, это Аня Настя? Аня? Аня? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова